Первое заседание Рязанской городской думы нового созыва началось с соглашения результатов выборов. Состав депутатов поменялся практически наполовину, появились и структурные изменения. Два комитета объединили в один. Комитет по вопросам местного самоуправления, общественной безопасности, регламенту и депутатской этики. А всего их теперь шесть. Главный вопрос избрания председателя думы вынесли на тайное голосование. Впрочем, в итоге кандидатуру Татьяны Панфиловой все равно поддержали единогласно. Фамилия и имя отчества кандидата внесенного в бюллетень Панфилова Татьяна Николаевна. Число изготовленных бюллетеней – 40. Число выданных бюллетеней – 37. Число погашенных бюллетеней – 3. Число в бюллетенях обнаруженных ячек для голосования – 37. Число действительных бюллетеней – 36. Число недействительных бюллетеней – 1. Число голосов, поданных за кандидата и против всех кандидатов – 0. Один из символов властных и распорядительных полномочий – золотую церемониальную цепь на шею Татьяны Панфиловой – на теле почетные граждане Рязани. В своей присяге председатель городской думы обязалась верно служить народу. Каждый из нас получил наказы от избирателей. Каждый пообещал избирателям чтить их интересы. Губернатор Павел Малков поздравил Татьяну Панфилову с новым назначением и заявил, что дальнейшее развитие Рязани неразрывно связано с КРТ – комплексным развитием территорий. У нас замечательный, красивый город. Очень нужно полноценное благоустройство. Уборка, озеленение, ремонт фасадов, внедрение единого дизайна, ну и многое другое. Особое внимание, конечно же, к историческому центру. Я, конечно, не могу не сказать про пешеходный маршрут, которым так серьезно занимаемся. И по его ходу будем восстанавливать обязательно все основные исторические объекты, новые объекты. Регион помогает сейчас городу, дальше будет помогать большое количество проектов поддерживать. Все обещания выполняем. Мне кажется, к этому даже начали уже понемногу привыкать, что если где-то что-то сказали, значит сделаем. Это автобусы, троллейбусы, благоустройство. Скорая помощь, хоть она не относится к компетенции, к ответственности города, но тем не менее, жители очень тоже касаются. И мы, как обещали, все скорые помощи поменяем и так далее. Нет одного проекта в плане развития, власти не намерены отказываться. Мы не бизнесмены и не лоббисты. Все работаем на развитие города, заявил губернатор, а затем анонсировал структурные изменения в госаппарате исполнительной власти для большей эффективности.